Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Помнишь притчу про отравленный дождь? Конечно Можно напомнить людям, кто будет смотреть наш подкаст Про отравленную воду Про отравленную воду, да Была такая суфийская притча Она, кстати, в разных вариантах, интерпретациях есть в наших книгах Во всех замечу Каждая книжка там имеет разную интерпретацию этой притчи Как продолжение, какой бы она могла быть если бы было развитое сознание но в классическом варианте это там был суфий который узнал что будет отравленный дождь и вода исчезнет потом останется только отравленная вода и он и люди все сойдут с ума и он заготовил воду много воды и сам сам ее пил а другие люди все никто не подготовился они сошли с ума и люди социум не принимал суфия считая его сумасшедшим и он вынужден был напиться воды дабы быть таким как все потому что не мог быть без людей а люди его не слышали и не понимали ну считая что он безумен я помню еще в первой книге мы написали что ну что это за слабость у суфия такая это самое слабое что можно было совершить это пойти и утопиться все утонули и я бы я утону то есть это вообще безумное окончание это не по нашему и совсем не по нашему то есть надо искать воды как всплыть да даже когда тебя съели два выхода насчет безумности нашего мира говорит сегодня современная психология ты последние совета видела не каких дают людям а нет последний именно вообще что ты имеешь ввиду про я имею ввиду про то что если тебе дискомфортно и там тебя кто-то обижает или там выводят и так далее то ты просто выскажи да это вовне как там это же вовне и ну и плюс сочти что этот мир безумен да и ты зачем тебе растрачивать свои силы свои там ресурсы на безумный мир да а ты вообще как миру относишься как безумному или как не к безумному странный вопрос такой странный вопрос я даже не знаю что ответит тебе потому что как отношусь это очень-очень сложно будет отвечать на самом деле хотя сложно слово такой сложный ну как я ну как как и ты относишься точно так же ты смотришь на людей и и видишь просто где где разум постоянный вопрос который возникает а где разум и это наверное когда даческий вариант уже знаешь вот действительно возникает вопрос где разум да когда ты видишь разумный выход а понимая что человек его не видит вообще не рассматривая более того зачастую считает тебя своим врагом то что ты ему этот безумный выход предлагаешь разумный выход для него он безумный выход кстати на эту тему недавно но мы обсуждали по поводу когда мы например родителям говорим что ребенку несколько скопировать информацию да отдайте его в здоровую среду здоровую среду либо вы можете если можете обеспечить все сами либо воспользуйтесь там услугами либо специалистов либо где-то приемных родителей либо оздоровительных каких-то мероприятий ты знаешь я уже получала в спину что вы жестокие вы не понимаете что вы говорите как мать может бросить свое дитя и вот мать так жабры не отдам никогда за горло за горло и ребенок не развивается при этом а у ребенка нет шансов разума нет но виши есть и сложные выходы если брать по разуму для человека сложная на самом деле они простые для него и так каждый шаг когда мы говорим например ребенка отдавать в обычную школу с к здоровым детям социум не всегда готов принять ребенка который еще не вышел из ауто в здоровую среду конечно и родителям сложно и мы сейчас в сентябре как многим помогали пройти родителям сложно и родителям на самом деле это действительно когда у тебя больной ребенок аутизм да или еще какая-то за какой-то ну допустим там дцп но в той форме что ребенок может сам перемещаться допустим да или еще есть какие-то а отдать ребенка казалось бы правильно это отдать специализированную школу до специализированный класс она са где все детки такие да а на самом деле это капсулирование болезней до капсулирование и усугубление потому что казалось бы но там же специалисты до специалисты но эти специалисты они вырабатывают робот автомат то есть автоматически все мере как отрабатывают механику до механические действия чтобы как наладить автомат пробудить здоровье пробудить жизнь нет на самом деле до выход и один единственное это нормальную школу либо сама занимайся либо нормальную школу но если в нормальную школу ведь очень сложно действительно и учителю сложно надо тоже быть готовым да и социум не готов и мамы родить другие родители до других деток они тоже не готовы вот и что в таком случае делать на самом деле маме надо даже здесь проявить свою свою чуйку свою смекалку но здесь отрегулировать подготовить почву поговорить с теми педагогами к топать со всеми и найти того кто готов пойти либо ну не знаю там еще как-то но именно и поговорить тоже возможно с родителями других детей но именно подготовить почву для своего ребенка я расскажу свой случай жизни у меня на самом деле был опыт у меня в классе когда я училась сама в школе я тогда не понимала а сейчас я уже понимаю с нами учился мальчик необычный и он с нами учился с первого по десятого по десятый класс он был ну сказать ну тогда мы поймем же были дети мы смеялись он был ненормальный потому что он он прыгал как-то он необычно он дергался он мог я понимаю что у него я сейчас понимаю что это был аутизм а тогда я не понимал он был необычный он был вот не просто необычное поведение мы дети на него смотрели но мама его настолько молодец я сейчас тоже это понимаю она подготовила так учителя никогда миша был обычный ребенок как и мы никогда не подчеркивалась ничего мало того как у них удалось и это я тоже сейчас вот осознаю как у них удалось нас детей настроить на то что мы его не дергали мы его вообще мы его воспринимали все ну как своего одноклассника но с какими-то приветами вот я говорю к себе да правда и мы общались с ним и он с нами проучился 10 лет я потом знаю он поступил в институт почему знаю потому что сейчас вообще расскажу я ему очень нравилось и его мама почему-то тоже она ну я не нравилась и наверное поэтому и я ему нравилось и поэтому я как-то даже знаю дальше историю его он в институт закончил потом и работал у него остались какие-то такие повадки я дальше не знаю он женился или нет этого не знаю остались но он на моих глазах с 1 по 10 класс развивался и рос с нами и выходил он из 10 после 10 класса я скажу так меня ж мурашки по телу практически наверное 50 процентов его вот всех дерганий они у него снеслись не стало их вот мама мама молодец она действительно как и учителя молодцы они вот нас видишь здоровая среда у меня например с ярославом с младшим сыном была другая история соседский мальчик очень сильно картавил на даче и очень неразборчиво говорил крайне неразборчиво говорил и ярослав общаясь с ним начал повторять и мышь потом мы с ярославом поговорили акцентировали внимание ярослав смотри какое дело давай либо он так как ты либо ты как как так как он и теперь он так как ярослав и у него речь пошла если если ты ярослав как он то смотри вот будет вот так то мы сняли это да и у него дети развиваются копированием и правильное помещение ребенка это в здоровую среду да да если всех больных собрать в одну кучку это выгодно взрослым потому что они не мешают они удобны более того на это можно хорошо зарабатывать на этой кучке то есть тут уже и бизнес включается материальный фактор а материальный фактор когда у психологов включается психология построена на том что минимум 10 обращений а если ты приходишь заболеванием ребенка минимум полтора года вот один клиент а ты уже работой обеспечен и сегодня это это не на мой взгляд это проблема психологии потому что чем это отличается от развода да 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 ничем на самом деле но видишь эти же подходы и медицины только медицина их закрывает лекарствами но человек ходит к врачу там он может улечиться пять там лет десять лет он ходит 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 бьется башкой о стенку а ничего не меняется а ничего не может измениться потому что если брать с точки зрения психики как она правильно выглядит то нельзя вылечить человека это обман то есть изначально когда человеку говорят приходи мы тебя вылечим ты не можешь вылечить человека не можешь даже когда у человека случилась травма и нужна экстренная медицинская помощь казалось бы вот ну мы же вылечили человека но если подсознание запустила эту травму и запустила человеку такую жизненную историю чтобы он навернулся именно в этот момент из чтобы его пришлось экстренно спасать то медицина в данном случае не поддерживает подсознание но иногда подсознание учитывать что будет такой сюжет и его спасут но ты напугаешься так что ты изменишься а иногда не учитывает ты должен получить эту боль для того чтобы пока ты будешь лежать в больничке ты хоть что-то осознал своей голове если ты меняешься то у тебя есть продолжение игры если ты не меняешься то нет продолжение игры и вот эти изменения они то на самом деле про то что человек должен измениться когда он изменится тогда он увидит другую жизнь они написаны в коране конкретно описано на не описаны в библии конкретно описано но это как-то проигнорена потому что религия то вычеркнула а дальше медицина очень даже неплохо стоит да потому что она прикрылась наукой типа этот мир материален они духовен разделили смотри как разделили одни делили духа другие делили материю а кто соединит ведь это же безумие там и там это разделение и там ложь и там ложь и это конечно капец это безумие безумие и при этом смотри медицина одно там психологи другое а кто кто это медицина кто этот пи это психологи это же ведь мы сами да кому мы лжем самому обманываем самому себя вот ты знаешь вот это тот случай когда сейчас глядя на мир просто глядя вот даже просто открыв новости ты видишь безумие безумие когда два соседа начинают убивать друг друга посмотри сейчас наверное южный регион весь прошел там и таджикистан и азербайджан и армении и все подряд понимаешь все вдруг сполошились и решили пострелять друг по другу россия украина арабские страны кого не возьмешь вот такое чувство что это безумие как будто мы мешаем друг друга до друг другу европа этим закрываем въезд этим закрываем визы а здесь обманываем да если вы делаете по-нашему вы хорошие не по-нашему вы плохие безумие безумие мы же не ходим в соседу квартиру в соседу и говорим ты неправильно застелил кровать не по-нашему значит я тебя убью ну это капец какой стати кто так делает это могут делать те кто вообще уже давно забыл себя ну то есть алкоголики зависимые люди да 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 наркоман кстати так я вот смотрю на на безумие которое происходит и самое главное это безумие еще отражается в телеграм-каналах они пишут одно а по факту видишь другое а этого одно другого море море и не знаешь кто что вы кто что придумал глазами не увидишь да мне кстати очень сильно удивило на границе когда мы переезжали границу с литвой все время ведь обхаявается беларусь что здесь все так плохо плохо а когда мы ехали какие туалеты беларуси на было какие пункты пропуска как очереди все у порядкован вообще не было очереди да и как ты приезжаешь в литву и к тебе отношения как человеку третьего мира а туалеты страшно и воняют на 300 метров не подойти концлагерях наверное такие были ну так образно как это вообще я когда увидела это дело у меня был шок честно говоря потому что я то литву въезд в литву помню несколько лет назад когда мы там наверно два назад последний раз я ездила и потом вот был перерыв я не пересекала границу а тут как увидела у меня шок был просто думаю боже как можно было вот до такого уровня скатиться во первых да во вторых мы на улице стояли это было какое-то досмотр вещей вот это смотрит ковырялись прямо в перчатке это литовцы делали литовцы это было еще настолько ну вот я не просто сравнила концлагеря сказал да 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 очень очень схожи очень это безумие на самом деле это безумие мы же вот к европе всегда относились очень хорошо европа белорусам всегда относилась хорошо и к россиянам хорошо относилась к за что случилось с головой это конечно невероятно как в этом нашей раши да кто а кто это под дверью коврики наложил кучку капец но на самом деле туда получается весь земной шар болен да так и есть так и получается так и получается когда человек вдруг чувствовать себя здоровым вот нашим слушателям дадим домашнее задание давай давай вот домашнее задание вот попробуйте дать ответ не раз не думая долго не размышляя долго а вот первым что вам при придет что вам пришло смотрите представьте такую ситуацию вся земля отравлена весь земной шар полностью это отравлен и все люди отравлены остался клочок земли остров один остров до остров остров красивый чистый природный вы на нем это одно единственное место клочок вот такой островок на котором сохранилась полностью красота природная и сила природная и на этом острове остались вы один один или одна или одна ну да без разницы не будем говорить одно оно вряд ли нас да один одна суть вся земля отравлена и все люди отравлены остался один кулачок островочек красивый природный чистый все чистое и один или одна вы как вы будете жить как вы будете поступать что для вас будет жизнь какие ваши действия вот попробуй вот вам задача да а вы попробуйте дать ответ чисто свой но только тот который прям пришел вам вот ваши действия представьте не фантазируйте а представьте ситуацию и напишите нам вот представьте что если вас знают да люди и знают об этом острове они сюда потекут больные и будет заражение и в то же самое время если вы выйдете туда там тоже будет заражение как вы поступите как вы поступите да именно вот напишите а мы на следующем подкасте разложим ваши ответы постараемся разложить и показать и свой ответ дадим и на самом деле разложим структуру инфодайвинг на самом деле да ну ты отвечайте сами отвечайте сами да просто вот дайте себе такую возможность ответить искренне искренне и тогда вы искренне увидите ответ и увидите сами себя и увидите выход из безумия и дайте себе дайте себе возможность увидеть выход из безумия прям четко ответ и тогда вам не надо будет ориентироваться на чужие игры на чужие телеграм-каналы на чужие мысли на чужие мнения авторитетные и так далее просто представьте ситуацию весь земной шар отравлен у вас есть возможность осознать все оптом да да просто с огромного масштаба и вдруг прояснение сознания и просыпание напишите и пишите под этим подкастом прямо мы будем ориентироваться на youtube да мы будем ориентироваться на youtube поэтому пишите именно на ютубе хотя он разлетится по всем соц сетям но пишите именно на канале на ютубе потому что мы оттуда будем читать и видеть ваше мнение и мы обсудим и мы обсудим до встречи друзья очень интересно до встречи